Всем привет, друзья! С вами снова 3D Дэн Фризер, он же Абалихин Даниил. И сегодня второй HD-вод, как и было обещано. Сегодня играет у нас Тингу против 4D. Фидель, что ли? Непонятно. Ладно, давайте, друзья, посмотрим сайт против японца на карте BattleBaseBeta. Очень интересный матч. Собрал 30 вабов на GameReplay.org. Ну что ж, давайте смотреть. Значит, японец фиолетовый стартует снизу. Желтенький совет сверху. Думаю, будет интересно посмотреть. Какие здесь у нас опции есть у японца и у совета? Ну, занять центр немаловажно. Но не так важно, например, как для американца против японца. Или американца против совета. Но все равно решает. Значит, японец занимает Олдерек. Неправильно. Казарму поставлено, но не страшно. Вот. В то же время совет строит 4-х медведей и флаг труппера. За ним бегут конскрипты. Построена первая рефа. И совет строит вторую рефу. И турельку. Очень хорошо. Очень правильно. Так. Здесь, значит, надо... И, вернее, даже очень важно, я бы сказал, империал варьера не дать убить флага. А флагом забежать в зданице. Ой-ой-ой, ну что? Убивает. Молодец. Молодец совет. Убил имперца и убил вторую казарму. В итоге совет успешно занимает центр. Кстати, совет не сделал инженера до сих пор. У него будет небольшой простой поконок. Нет, сделал, вдруг. Заменяюсь, друзья. Сделал. Просто инженер бежал вместе с конскриптами в центр. Сейчас занимается некоторым отставанием от японца. Японец идет в три рефайнери. Уже готов там завод. Строится, в технице, в туретка. Видимо, на третью точку от террородронов. И сворачивает МСИ. И что, едет в центр или на четвертую локацию? Совсем ясно. Пока идут просто тенги. Убивает тенга медведя. Строится вторая тенга. Террородон, видимо, быстрого у нас не будет. Тенги летят. Куда они летят? Смотрите, как-то странно поставлена туретка. Хотя, в принципе, террородрона она должна убивать, по идее. Ну, хорошим. В принципе, здесь, видимо, так поставлена туретка. Кстати, стоп, друзья. Занимает центр. Занимает здание около третьей локации совет, чтобы его не харасили. Здесь тенги смотрят, есть ли третья локация и можно ли где-нибудь проатаковать. Понимает, что особо проатаковать негде. Здесь бульфрок уже готов, чтобы их срезать на подходе. И совет закладывает третью локацию. Японец готовится занять третью. Тут совет это видит. Видимо, конскрипт сидит внутри. Тут, что у нас, конскрипт внутри сидит. Два конскрипта сидят внутри. Можно было бы попробовать. Вел Дерек. Но пока не пробуют. Здесь две тенги вернулись. Вот именно сюда набивают медведей. Вот здесь четвертая рефайнерия от японца. Здесь, кстати, тоже занято здание. Прямо старкрафтерская такая разведка. И видна сразу вся карта. Здесь минус конскрипт. Но он уже увидел, что рефы поставлены. Совет сделал выводы. Здесь коктейлями молота убивается Уэл Дерек японский. И в центр едет казарма, что ли? Или она сюда едет? Неясно. Но здесь террор-дрон. Он не даст бараку ничего сделать. С другой стороны, сам он живым не уйдет. Потому что здесь уже много терял варьеров. Да и взрыв к тому же произошел. Так, ну, тут японец чьи нет. У Дерек, соответственно, два конскрипта еще не скоро. Танк, видимо, поехал. Нет. Смотрите-ка, здесь... Так, здесь пытается японец сажать в центр совета. Первого танка и Тенгушка проезжают. Тенгу, видимо, полетела на третью локацию. А... Совет уже здесь... Ну что, закончил он, видимо. Нет. А, он, видимо, хотел на центр проехать, но в центр у него отняли. Он понимает, что лучше уже с этим не связываться. Сейчас... О! Нет. Совета не получилось занять последнее здание в последний момент. Но тут уже есть два танка у совета на четыре конскриптини. Не серьезно. Только вот еще и там бастер есть. Хотя нет, смотрите, в итоге японец обзорачивался сильным. Ну, не знаю, короче. Как-то все мутно пока. Мутная пикла. Умирает здесь одно здание. В него уже нельзя найти. Отрывается танк. Подлетает вертолет один. Второй вертолет. Ой-ой-ой, сейчас можно... Можно... Ой, сейчас, скорее всего, бульпров умрет. И у совета будет нечем защищаться от воздуха наверху. Ой, какая печаль, друзья. Здесь уже четыре... Три танка. Один вертолет еще на земле. Здесь получается три танка и три вертолета в итоге. Вот такой капитан я. Ну что ж, ничего с этим не поделаешь. Совет продолжает развиваться на трех нычках. Японец на четырех. У него уже существенное преимущество по всем юнитам. Ну и... Ну вы видите, как явно преимущество сейчас на стороне японца у нас. Однако совет с этим вряд ли будет мириться. Смотрите-ка, японец еще хочет пригораживать здесь сверх стенкой. Вообще нагло-нагло, друзья, нагло. Так, что у нас у японца на базе? У него Т2. Т2 танкзавод. Четыре рефайнери. Ну и, в принципе, пока никакого тэча не предвещается здесь. Япония собирается застраивать центр. Тенгушка летит разедать, есть ли что-нибудь здесь и здесь. Здесь ничего нету. Ух ты, подводная лодочка. Едет убивать здесь третью нычку японца. Надо бы сравняться. Здесь была кинута зеленая жижа. Она что-то должна была убить. Смотрите, здесь сколько танков. Явно больше у совета, чем у японца танков. Плюс еще делается щит. И я думаю, совету будет очень сложно. Теперь, с другой стороны, здесь есть Тесла-трупер, который может что-нибудь... Ну, так и попробовать... Поубивать, повыключать танки, как-то и поубивать их. Здесь карается по РСИИ у совета. Оно будет на ответы. Сейчас на месте. Ой, смотрите, попытка задавить... Попытка задавить была пехоту. Ее передавили. И совет, смотрите, сейчас потеряет, скорее всего, РСИИ. Будет совсем легко что-то сделать. Крана у совета нету. Совсем нету крана. И это для совета очень плохо. Очень плохо, друзья, для совета. С другой стороны, совет заставляет японца отойти. А здесь, в это же время, подводная лодка добивает уже рефайнеры. Минвайл, пин, батлбейс бета, сверху танки. Здесь все-таки заставляет отступить цунами. Здесь, кстати, есть один цунами со звездочкой героя. Это очень плохо для совета. Пам. Совет здесь лишь билом убивает на расстоянии зданица. Пытается танки поджарить. Ну, давай, убей, убей. Надо покусить срочно цунами танк со звездой героя, иначе он может проблем создать. Да, умирает танк со звездой героя. Камер танк получает две нычки. Интересно, какую сейчас технологию возьмет у нас совет. А вот здесь берутся щипы, естественно. Верер с рейдж будет. Ничего такого у японца не стандартного не будет. Но у совета интересный. Я думаю, вместе взял гриндер трэд сам, корей. Три террор-дрона. Будешь, конечно, гриндер трэд, да, на ситуации, мне кажется. А, совет, видимо, делает MCV. И, ну, в принципе, это можно сейчас сделать, потому что, как раз, апаритет создался по танкам. По крайней мере, по танку ему еще любой апаритет явный. Но японец, смотрите, сколько пехоты у японца. Это прямо страшно. Делается здесь докскор. У японца его надо заныкать, пока подлодка всего лишь одна. Тут тенгушка одна забытая. И наламывается японец. Ой-ой-ой, опасно, опасно для тенгу. Пехота, ну, пехота тенгу, конечно, явно послабее будет, чем пехота японца. А тут еще и щиты. Тут еще докскор, которые, ну, непонятно, куда она пока едет. Но все равно, ой, сейчас всю пехоту потеряет тенг тенгу. И заставляет Деля отступать тенгу до своей третьей репты. Но дальше отступать некуда. За ними промышленные мощности Советского Союза. Ну и смотрите, разбирает, походу, тенгу, да, походу, разбирает... То есть, походу, тенгу разбирают... Пидель или 4 Дель, который... Понятно, разбирает достаточно жестко тенгу. И тенгу почти ничего не остается. Ну и судя по 30 вабам на Game Replay 40, сейчас будет какой-то невероятный камбэк. Но я здесь пока не вижу никаких возможностей для камбэка. Нормально так убивает пехоты тенгу. В итоге Совет остается на двух нычках. У него очень-очень-очень-очень мало армии. Убегает террор-дрон. И сейчас, видимо, должно быть одновое микро. Иначе это не стоит. Убегает 30 вабов, друзья. 4 танка. 5 танков, 2 вертолета. И сейчас террор-дроны, что они будут разбирать? Да, залезать в эпих танк террор-дроны. Сразу 3 террор-дрона у нас на поле. Скорее всего, они будут умирать, потому что танки со взрывом. Но... Так, так, тут умирает аэродрон. Все, остается 2 танка. Отбился. Отбился хоть как-то, но... Все равно 2 на 3 идет война у Совета с имперцем. Конечно, не так существенно, когда... Как 4 на 2, допустим, да? Но все равно... Неприятно. Сейчас будет японец убивать, скорее всего, Оилдерик. Совет здесь не стал строить заново аэродром. Так, тут конскрипты выбивают танкбастеров из зданий. Надо бы успеть танкбастеров выбить из этого здания, пока он здесь много чего не наделал. Но я бы, кстати, отсюда сверху пораскинул коктейль молотого и залез бы обратно. Так, тут Фидель строит Яри-мини-саб. Абсолютно не ясно зачем, потому что пока Совет даже не собирается на воду идти. Он прекрасно понимает, что у японца здесь все преимущества есть по этому. А тут один незабытый, видимо, танк. Незабытый, что у противника умирает. В то же время Фидель, будем называть его так, собирается атаковать через центр. Здесь 5 вертолетов, что особенно жестко. И четвертую на земле рефайнере стоит Японец. Ну, в общем, несмотря на то, что Японец отбился, у него все плохо, ребята. Приезжает здесь Яри-мини-саб и понимает, что, ну, все как-то странно, потому что здесь рефайнерей нет. Здесь рефайнерей зато появляется. Игра идет 3 на 4 теперь. Умирает здесь Ле-лдерик явно. Да, умирает. Выкидывают из здания Империал Варьеров. Вынужден отступить Совет еще дальше. Игрем вплотную к мейну. И сейчас его могут продавить из стока. Я бы на месте японца попробовал в Тир-3 уйти уже, потому что пора бы. Тир-3, флот и... Ну и... Тут опять кислота выстреливает. Ой, очень много пехоты умирает из Физеля. Молодец, Бингу, молодец. Очень много пехоты. Сами посмотрите, штук 10, наверное, пехотинцев умерло. А, любите кислоты. Кислота вредит вашему здоровью, дорогие друзья. Не ешьте кислоту. Так, уходят... Проходят на третью нычку. У него сейчас будет какое-то время преимущество, потому что Совету надо идти. Подниматься достаточно долго. Но не пользуется преимуществом, не ставит атаку. Не ставит атакующий режим. Ой, падает спутник первого уровня, похоже. Но он здесь не нанесет абсолютно такого урона. Ну, только здесь чуть-чуть с урона и один файл бастер. Я бы кинул его куда-то подальше. Ну, не знаю. Так, и ярость императора империорс рейдж. Сейчас будет советы очень явно. В минусе будет терпеть. С другой стороны, он замедлил. Империорс рейдж замедляет винеты. И МСВ сейчас будет убивать и давить. Кстати, на месте вертолета я бы убил именно МСВ. Но тут очень криво летели вертолеты. Они умерли от трех... От трех булфрогов. Один из них стал героем. Тут Тесла Труппер терпит от закапывающихся танкбастеров. Хотя нет, все-таки убивает их. Так, и что? Неужто у нас Тесла Труппер тоже станет героем? Вполне возможно, друзья. Тут танкбастер-герой. Можно, кстати, было попробовать разменять его на... Сейчас вот Труппер, а оно не стоит. И, друзья, камбэк. Явно камбэк. Здесь... Ну, я говорю, надо было выходить на Ту-3. Здесь сайтов вдруг становится больше. Ой, ну, правда, тут пробегают, пробегают. Ой. Пробегает Imperial Warrior и вырезает двух Тесл Трупперов. Один из них был в галышке. Охо. Имперец явно вынужден отступить. А все почему? Потому что Т3 не было. Четыре нычки и так у японцев и качают. У Совета продолжают качать три нычки. Тут целых восемь танков. Всего на два танка камера. И сейчас Фидель будет давить яблеры в небольшое время. Что ему еще остается? Два танка построены. И Тесла Труппер у Совета. Три Бульфрога по земле не стреляют. Поэтому в этом бою они будут беспомощны. Хотя... Ну и будут заставлять. Хотя будут заставлять они, конечно же. Ой, смотрите. И Перерстричь. Зачем он кидает? Зачем он это делает? Сейчас будет минус. Минус МСВ, но при этом минус критическое количество танков. Ну, сложно сказать, стоило ли это делать. В принципе, можно было бы еще хуже разменяться. Ой, смотрите, как отлично кидает Кеслоту. Опять у нас Совет. В общем, нет. В принципе, он сделал все правильно. Потому что опять убил... Опять убил МСВ. С другой стороны, смотрите, Совет давит по центру. При этом Скайвинги убивают Орг Коллекторы потихонечку. Медленно, но неотвратимо. Вот здесь поставить бы полуошку и все было бы замечательно. Но не догадался, конечно, уже вначале. Ну и Совет потихонечку давит. Он, видимо, решает, что восстановить... Нет, он строит... Тингу восстанавливает... Строит танки, ага. Понимает, что сейчас ему убьют два рефайнерей. Кстати, я... А, о, возвращается, наконец... Убивать всего одного Сиинга. Я бы, кстати, все-таки попробовал добить... И давит. Смотрите, заблокировали МСВ Японца. Сейчас она умрет. Она просто обязана вымереть. Да, и она умирает, друзья. Вау! Вот это прикол. Собирает МСВ Японца. И Тингу вытягивает эту... Вытягивает эту игру. Похоже. И вот тут есть восемь танков опять и одна Тингу. Но я сомневаюсь, что если Фидель потерял такое существенное преимущество в начале игры, что он сейчас его сможет сохранить. Сейчас теряется один орколлектор. Второй орколлектор тоже должен отлететь в ближайшие секунды. А сно... Это для совета не так важно, потому что сейчас он может вполне разменяться очень удачно. А если он разменяется удачно, ну, имперец не отобьется. Хотя танков все-таки маловато. Четыре танка. Ну, не знаю. Все зависит от игры. Игра порешает. А Бульфроги здесь сохранили вот этот орколлектор. Еще один построен. И, соответственно, я думаю, надо совету просто удачно размениваться. Три танки убивают кеслотруперов. Ну и надо бы еще одного или двух танков совету взять. Давай, бери. Дуа совет замечательный. Просто посмотрите, потрясающе забирает танки. Да и сейчас даже он может взять все преимущество по танкам. Вау. Ну вот, советы давят, друзья. Советы давят. Тут в стеке два танка. Лечится этим зданием. Это правильно абсолютно. Как только они отлечатся, они смогут отлететь на месте. Конечно, Фиделя, я бы вертолетик построил, разобрался с этими танками. Но нет, уже не получится. Бульфроги подъезжают. Конечно, много тенков, которые могут убить бульфроги. Успеть и вертолет после этого появится. Но не знаю, не знаю, не знаю. Здесь еще два сивинга. Героический бульфрог оставался на базе все это время. Отстраивается еще один орколлектор. Подъезжают еще два танка. Правильно, сейчас тенку тянет. Но можно не доваливаться, потому что надо как можно быстрее сместить тенку. Пока живы бульфроги. Строится МС новая у Фиделя. Но я думаю, что она здесь не порешает. Танки будут просто отбежать и все будет не тщательно. Так, тут имперец кидает... Что там, наверное, либо баллоны, либо... Скорее всего, это будет... Да, это будут самолеты. Ой, и сам... Нет, смотрите, очень грамотно входит... Входит самолет от Фиделя в танки Тенгу. Я бы, наверное, Тенгу сейчас попробовал... Что? Наверное, в спутник развиться. А, вот он и есть. Orbital Drop. Сюда куда-нибудь стрельнуть. Наверное, наверняка одного... Вот здесь строятся танкбастеры. И я бы на месте советов сейчас отходил. Ух! Жестко, друзья, жестко. Прибегает террор-дрон, но с некоторым запозданием. Надо было МСВ площадь, но... Но не получается. Продолжается игра... Кстати, игра продолжается 3 на 4 локации. То есть, на которой работают пульбы японцы. И сейчас продавит, скорее всего, японец пехотой совета. По крайней мере, заставит вас спушиться. Здесь, конечно, совет очень хорошо минусует виниты техники. Но надо заметить, что игра у нас, видимо, еще не скоро закончится. У меня уже кончилась музыка. Сейчас по второй пойдет. Играет уже Скорскрин. Я ожидал, что игра к этому моменту закончится. И даже Скорскрина... Скорскрин — это композиция. Теперь Ансана. Ну, я ожидал, что ее не будет. Но, видимо, по второму разу придется музыку слушать. Ну, музыка хорошая, мадам. И слушать ее вполне можно и приятно. Ну что, японец отстроился. Много танков, пехота. Танкбастеров достаточно, чтобы продавить, на мой взгляд. Совет. У него главная ошибка в том, что он не экспандится. Хотя ему же МСВ убили. Да-да-да-да-да. О, один танк сейчас будет минусовать. Будет минусовать четвертую нычку. Вся японская армия, вся японская рачь бежит. Этот танк наказывает, бежит его в карать. Ну, я думаю, танк, как и правильно, успеет убить в рефайнере. Но больше ничего делать не смогут. К сожалению, для тенгу, которая у вас экономит, не все-таки проблема. Так, танки здесь, конечно, ничего не успевают. Зато здесь минус один танк делать равдрон. Бульфуроги здесь возвращаются на базу. Здесь тенгу опять слетают и обследуют, что же здесь происходит. Ну и японца здесь очень много, друзья. В разы больше, чем совета. Экономика решает, друзья. Экономика решает войну. Навязал японец экономическую блокаду, или что, экономическую гонку, и он ее выиграл. Внезапно, я думал, совет все-таки под конец задавит. Но я, конечно, в Редактор 3 особо не играю сейчас, поэтому мне можно, мне можно. Умер, умерла здесь в рефайнере. Тингу еще не унывает, он сражается. Ну, на самом деле, огромная его ошибка, то, что он кинул за зеленую слизь. Я бы во время атаки кинул ее и убил бы всю искупую пехоту. Импера с рейдж, вот в этот момент можно было бы кидать вот где-то здесь, в эту слизь. Было бы все замечательно. Сейчас прямо до себя, нет, сейчас мимо кидается самолетная. Ну и уходят здесь прям, явно все смехает. Ну и это, ну и до совета, это похоже ГБМ. Сейчас МСВ что-то попробует задавить. Хотя нет, смотрите, Японец тоже задавит достаточно быстро. О, минус все танки, друзья! Ценой МСВ! О, и неужто МСВ спасает? Спасает МСВ на одном хилсе, друзья! Вау! Вот это прикол! Идет подкрепление, танкбастеры будут стараться додавить. Игра идет... Все-таки Тингу был прав, когда минусовал вот эту нычку. Но, тем не менее, сейчас танкбастер может минуснуть МСВ! Аааа! Не минусует! Нет, минус танкбастер, друзья! Вау! Забегает инженер, МСВ восстанавливается. Такой некий Альянс стайл, потому что Альянсы очень любят играть в такую страту. А тут, тут еще третья нычка! Террор-дрон заблокировал, заблокировал Ор-коллектор. И Альянс остается фактически рабочими две нычки, две на две! Это... Так, нет, все-таки третью восстанавливает. Японец убивает с Империал Вараром террор-дрона. И все-таки преимущество Японец сохраняет по нычкам. Ну, давай, Тингу, поставь здесь. Будь мужиком, поставь здесь Ор-коллектор. И здесь. И ты выиграешь. Друзья, вот Родалер-3, за что я люблю, в какой-то момент расслабился. И все, тебя уже победили. Ну, есть пословица, другу друзей клювом не щелкай. Чего мы желаем всем. Вот, тем не менее. Сейчас надо убивать... Дэнгу как можно скорее. И... Ой! Смотри, что вовремя! Вовремя убивает Империал Варера. И сейчас может очень сильно нахарасить вот этот Тесла Труппер. Я бы, кстати, на месте Совета сейчас заблокировал бы все-таки Констракшн Ярд. Так, тут пытаются медведи разводить танкмастеры. Но все-таки танкмастеры умирают. Минус танкмастер. Отлично. Отличная микро. И... Ну что, японцу здесь нечего делать. У него... Ну, не знаю. Конечно, можно что-то делать, но... Тут много очень террор-дронов. И... По сути, блокирован. Сейчас, кстати, можно... Может умереть Тесла Труппер. И это будет плохо. Умирает террор-дрон один. Танкмастер, скорее всего, сейчас будет потерян. Террор-дрон отступает. Три Бульфрога тоже отступать должны по-хорошему. Но здесь героический террор-дрон. Вау, друзья! Это круто. Нет. Убивает террор-дрона. Мы что-то оба игрока как-то расслабились. Расслабляются они в атаке. Сейчас Тингу теряет огромное преимущество. Он, на самом деле, мог бы убить МСВ. Игра была бы уже на половину выиграна. Но, тем не менее, все еще далеко. Инженер продается и бежит куда-то. Да, он бежит. Понял Тингу, видимо, что делать нечего. Надо валы найти. Как-то так, да? Но всего две нычки остаются у него. И, ну, делать... Я не знаю, что ему сейчас делать. Ныгра идет 3 на 2. Я бы, кстати, на месте Тингу все-таки распродаваться решил, что подъехал бы сюда, попробовал бы отменить рефу. То есть, как минимум, ты бы отменил рефайнере своему оппоненту и игра бы пошла 2 на 2 нычки. Как максимум, ты бы перехватил эту нычку и игра бы пошла 3 на 2. Тем не менее, Тингу этого не сделал. Но он уже скапливает опять определенное количество войск. У имперца их явно поменьше. Плюс еще по Тенгу дает несколько залпов. Тенгу может умереть в любой момент. Здесь Яри мини-саб. Здесь подводная лодка смотрит, есть ли что-нибудь, какая-нибудь рефайнере здесь. Можно убить Яри субмаринки и попробовать в следующий раз что-нибудь построить. Здесь приземляется Тенгу. Видимо, будет резать подкрепление японцу. Ииии! Куда, куда? Вот атака идет сюда, но, я думаю, совет успеет. Нет! Не успеет! Здесь Тесла Трукер один умрет. Да, убирает Тесла Трукер. Там плюс еще, походу, умирает несколько солдатиков. Тоже продает, тоже продает японец свои MCV. Ну, друзья, это что-то интересное. Здесь Данеца еще у Совета есть возможность залезть в это здание. Имперец в то же время свой империал рейдж тратит просто попросту. Сейчас надо как-то попробовать убить эту рефайнери. Это очень важно для того, чтобы экономики шли ровно. Кстати, здесь уже закончились ресурсы. Поэтому я бы даже сказал, что... А, здесь тоже закончились ресурсы. То есть, юнитов совсем мало. Японец еще как-то что-то строит. С тех денег, которые у него были от рефайнери. То есть, пардон, от констракшн-ярда. При этом... Короче, игра затянулась. И оба игрока играют на остаточном принципе. Вау, и тут строится транспортник. В нем инженер. И инженер попробует захватить танк-завод. Танк-завода нету, друзья! Его убили! Вот это да! Сейчас нужно захватить, соответственно, один барак. И игра практически закончена, скорее всего. Ну, или, по крайней мере, проатаковать его самолетиками как-то. Что-то типа того, друзья. Тенгу, на самом деле, сейчас, если не выиграет... Вот во время этого налома, то он уже проиграл. Тут три тенгу тоже, как вариант, можно тенгами пролететь и все захватить. Вообще, мне кажется, самый оптимальный вариант сейчас убить тенгами барак. И захватить, где транспорт. Вот этим транспортом захватить одну из рефайнерей. Ну и все, надо тенгу ничего не сделать. У тенгу всего лишь один танк. Несколько конскриптов, нескольких флактрутеров. В то же время имперец копится. Четыре танка. Игра, конечно, тут надо понимать, что игра была проиграна обоими игроками раза по три. В то же время сделаны были гамбэки. Игра здесь мне очень нравится. Тенгу, наконец-то, вырубает вот эту рефайнер. Но поздновато. С другой стороны, лучше поздно, чем никогда. Посмотрим, что это даст. Ну вот тенгу догадывается. Понимает, что она то, о чем я имел в виду. То, что я имел в виду, что надо убить барак, а уже потом транспортником можно будет захватить рефайнери. Тенгу собирает все свои айска и идет в налом. Сейчас нужно очень мощный микрит, но я сомневаюсь, что это принесет свои плоды, потому что танков слишком много, крон-кроны нету. Танки со своей, ну, на мой взгляд, ибовой починкой все разносят. И это ГГ для Тенгу. Явное ГГ. Бит барак. Гейм овер. Джи-джи. Замечательная игра, друзья. Мне очень понравилось. Много, конечно, было затупов со стороны Тенгу. Было мало хараса, но что поделать. Такова игра. С вами был 3D DenFrizer уже, Абалихин Даниил. Встретимся через неделю. Всем удачи и всем пока.